Всем привет! Сегодня у нас на обзоре интересный объектив от Seven Artisans. Это 50 мм F1.05, современная модель с приставкой Apo, Apochromat. Это классический мануальный объектив, у него только ручная фокусировка и ручное управление диафрагмой. Диафрагма состоит аж из 13 лепестков и вращается планно, без промежуточных значений, что довольно удобно для видеосъемки. Правда диафрагма F1.05 здесь не настоящая, она ближе к F1.2. Также неудобно, что значения диафрагмы от F4 до F16 сбиты в кучу. Само собой объектив обладает современным мультипросветлением, у него металлический надежный корпус, в том числе используется и металлическое крепление байонета, причем крепление байонета окрашено в темно-коричневый стильный цвет. По работе с объективом есть множество нюансов и все они детально описаны в текстовом обзоре. И посмотрим объектив, как он ведет себя в реальных условиях. Здесь в Lightroom у меня показаны фотографии с камер Sony A7 Mark III, это 24 мегапикселя, полный кадр. И Sony A3500, это кропнутая камера на 20 мегапикселей. Все фотографии Sony A7 Mark III без обработки, это на камерный JPEG, полностью без донокруток. Все фотографии никак не улучшались, просто на камерный JPEG. Фотографии Sony A3500, там на камерный JPEG подкручен по сочности, яркости и так далее. Данный объектив достаточно интересен тем, кто любит всякий размытый фон, бакешки так называемые. То есть высокая светосила в наше время больше ценится не ради самой светосилы, а ради размытого фона. И конечно с этой задачей объектив справляется очень хорошо. Здесь все фотографии, которые сняты на ISO 50, сняты на диафрагме 1.05. Был довольно пасмурный день и выдержки хватало на 1.05, чтобы спокойно себе снимать и не упираться в минимальную допустимую выдержку 1.8000, которая используется в камере Sony A7 III. Фон, как видите, на близких дистанциях фокусировки размывается в хлам. Но бакешка у объектива не ярко выражена. Это обычный планар, причем по схеме видно, что это планар 6 на 5, то есть достаточно простой планар, сзади которого присобачен спидбустер. Спидбустер особо картинки не портит. Он как раз позволяет получить хорошую разрешающую способность и очень слабое овинентирование. Если мы посмотрим на самые сложные ситуации, это когда у нас фокусировка на бесконечности, на 1.05. На 1.05 объектив работает неплохо, то есть чего-то большего ожидать за эти деньги снова же не приходится. На 1.05 он показывает приемлемую резкость. Конечно, есть хроматические аберрации. Объектив в своей маркировке использует приставку APA, это означает, что это APA-хромат. Но по факту хроматические аберрации присутствуют. Причем сильнее всего выражен сферохроматизм, либо фрижинг, то есть это окрас деталей в зоне нерезкости, в фиолетовый, либо зеленый цвет. На ISO 50 в такой пасмурный день у нас выдержка уже 1.004, и это очень-очень короткая выдержка. Если ISO 100 поставить, установить, то это уже будет 1.008, это будет предел для данной камеры. И несмотря на то, что это 1.05, повторюсь, на самом деле реальная светосила, реальное светопропускание у данного объектива находится где-то на уровне f1.2. Я проводил детальные замеры, расчеты, они детально у меня написаны в текстовом обзоре, там нетривиальные выкладки есть, которые утверждают то, что именно 1.2 где-то реальная диафрагма и светосила в районе t1.4-1.5, то есть светопропускание. Здесь тоже снимок на 1.05, повторюсь, на ISO 50 все снимки на 1.05, есть у нас хроматизм, причем хроматизм у нас не катастрофический, он присутствует, но в то же время у нас присутствует приемлемая резкость в центре кадра, и у нас очень низкое винентирование. Если прикрыть диафрагму, на ISO 100 у меня диафрагма здесь 2.8, объектив показывает хорошую разрешающую способность, причем углы кадра приходят в норму, становятся более-менее удобоваримыми, и на 2.8 это прям чудесный объектив. Здесь, например, на 2.8 в районе бесконечности у нас тоже все классно, все здорово. И еще пройдемся по нашим любимым бокешкам. Снова же, это боке похоже на классические паутинники со светосилой 1.4-1.2 на схеме планар со своими плюсами, минусами. Плюсы, то что довольно такая схема, которая используется в большом количестве объективов, она уже приелась, примелькалась, к ней уже привыкли. То есть это у нас к краям кадра получаем лимончики, либо кошачьи глаза, рябь в определенных ситуациях, ну и в целом картинка, которая довольно узнаваемая. Причем вот смотрите здесь у нас на 1.05, все в центре кадра прям очень здорово. На 1.05 объектив удивляет. Конечно, это не Sigma Art со светосилой 1.4, которая на 1.4 просто бритва. Но в то же время на открытых диафрагмах данный Seven Artesans достаточно хорош. На 2.8 вообще никаких проблем нет, все резко. Причем у нас углы края кадра, конечно, уплывают, но не критически. То есть не так страшно, как, например, на старых каких-то объективах, у которых на светосиле 1.2. Полностью края углы уходили в абсолютный страх и ужас. То есть здесь на 1.05 все довольно неплохо. На 2.8 еще центр классный. Ну и, конечно, когда мы идем к краям, края проседают. От этого никуда не деться. Но в то же время повторюсь, что прям такого супер страшного какого-то вырви глаза в углах не происходит. Здесь, например, 1.05. Здесь я очень аккуратно фокусировался. Видно, насколько объектив передает детали в центре кадра. Поднимаемся вверх. И у нас тут получается каша. Но снова же и снова же за 400 долларов очень-очень здорово. Еще бакешки. 1.05. Диафрагма. F-16 здесь. Блики в контровом свете. Блики есть. От них никуда не деться. Здесь, например, еще пример бликов. Пример еще на 1.05. Кстати, здесь очень неплохо объектив отработал. И можно посмотреть вот углы. Углы прям в какую-то кашу вообще не уплывают. То есть на 1.05 угол здесь держится. За что я говорю. Например, старые какие-то ракоры 58.1.2 минольтовские. Они бы этот угол просто превратили в непонятную прям вообще кашу. Еще бакешки. Вот такие вот. Часто диски нерезкости срезаны с одной стороны. Либо вот с таким градиентом уходят. Это норма. Так и должно быть. Еще приятные снимки. Здесь уже пошла Sony A3500. Это кроп. На кропе объектив также ведет себя достойно. Конечно, у нас куча сферохроматизма. Видим, что у нас здесь вот зелень есть. Здесь красно-фиолетовый. Здесь зелень. Вот это сферохроматизм. Он, конечно, портит картинку. И апохромат с данного объектива слабенький. Но в то же время мы получаем вот такие вот приятные какие-то зарисовки. Здесь уже видно, как объектив рябит. То есть вот такая рябь неплохо смотрится в черно-белом варианте. Но в цвете эта рябь, конечно, отвлекает. Вот планары 6х5. Вот они вот такую рябь и дают. Здесь на прикрытых диафрагмах на малых дистанциях фокусировки. Кстати, объектив тоже выдает хорошую разрешающую способность. Скорее всего, виной тому плавающая система элементов во время фокусировки. То есть во время фокусировки двигается не весь линзоблок, а весь линзоблок разделен на части. И разные части перемещаются на разное расстояние. Таким образом обеспечивается достаточно неплохая резкость и контроль аберраций и искажений по всему диапазону дистанции фокусировки. Здесь у меня кошечка залезла в вайткуб и уснула. И я ее здесь щелкнул на f16. И на f16 все достаточно резко. И здесь нет какого-то такого страшного дифракционного порога, потому что на самом деле у Simon Artesans f16 не отвечает действительности. Это где-то f8, f9. Шкала управления диафрагмой на самом деле нормально, адекватно работает, только на значениях f1, 4, 2, 2, 8 и 4. На остальных значениях это нереальные числа диафрагменного числа. В контровом свете порой блики очень маленькие, но это как повезет. Здесь на f16 в центре хроматит он очень слабо, но краям и углам, как мы подбираемся, хроматика сильно увеличивается. В центре, кстати, они неплохо исправили хроматические аберрации. Ну вот смотрим еще на блики. И блики здесь очень страшные, ужасные. И в контровом свете такое поймать несложно. Еще контровой свет, здесь более-менее, но все равно у нас появилась и розовая вуаль, и засветка, и все прочее. На кропе здесь можно получать такие вот срезанные диски нерезкости в бокешке. Это норма для кропа. Еще-еще бокешки, портретики. К сожалению, девочку, которая должен был снимать, мы отменяли съемку три раза, и я выпустил данный объектив уже без большого количества портретов. Ну, хотя бы парочку можно в архиве найти. На 1.05 все здорово. То есть, если немножко хроматизм побороть, то мы получаем умеренную резкость. Вполне достаточно для портретных снимков. Ничего плохого нет. И еще, вот в контровом свете вот такие вот розовые, фиолетовые засветки можно получать. Можно использовать это в художественных целях. Например, здесь у нас такая вот кашица получилась из магнолий, из какого-то весеннего настроения. Можно вот сразу получать какой-то такой воздушный снимок. Еще один воздушный снимок, тоже с засветкой, с перекрытием здесь вот света. Можно получать вот такие вот интересные снимки. Причем это на 1.05 с поляриком снятая. На 1.05 даже на близкой дистанции фокусировки объектива все достаточно неплохо. Если подводить итоги, то за свои деньги вполне приемлемый объектив. Конечно, хотелось бы дешевле. Хотелось бы, чтобы это была действительно диафрагма f1.05, а не f1.2. Ну, что имеем, то имеем. С такой вот ситуацией, когда диафрагма на самом деле значительно уже, нежели она указана. Я уже встречался в объективе Seven Artesans 35mm f0.95. Он там вместо 0.95 также оказался f1.2. Ну, китайцы, они и в Африке китайцы. По ссылке в описании есть детальный текстовый обзор, где я описал кучу нюансов. Нюансов с объективом очень много. То есть там и про кольцо фокусировки, и еще про какие-то тонкости, которые я встречал, про переднюю крышку и прочее. Все детально описано, так как я данным объективом пользовался практически месяц. И там можно скачать все эти фотографии и в исходном RAW формате, и в JPEG. Можно покрутить их, посмотреть, насколько они нравятся, не нравятся, принять какое-то свое решение. Всем большое спасибо за внимание. Сегодня с вами был Аркадий Шаповал. И всем пока. Продолжение следует...